Украина и страны, которые сейчас пользуются украинским кризисом, живут в очень странном мире. Он отличается от реального тем, что это мир лжеобразов. Поэтому происходит делегитимация власти, в результате госпереворота она произошла. Поэтому происходит криминализация общества, поэтому происходит отмена власти нормальной, легитимной на всех уровнях, начиная от федеральной и заканчивая региональными. Приход к контролю над процессами людей, действительно, национальных радикалов, нацистов. Если раньше призрак коммунизма бродил по Европе, то теперь призрак нацизма бродит по Украине. Это было бы ничего, это было бы терпимо, если бы на Украине действительно работали институты. Институты там не работают, и поэтому власть, что называется, находится в руках человека с ружьем. Эти люди с ружьем разные. Есть люди, которые взяли в руки оружие для того, чтобы пограбить. Есть люди, которые взяли в руки оружие для того, чтобы перераспределить собственность. Есть люди, которые защищают дома и свои жизни. То есть люди разные. Воспринимать ситуацию однозначно, конечно, не стоит, потому что Украина сейчас окончательно превратилась в дикое поле. Превращение в дикое поле означает возвращение Украины к ситуации до революции 1917 года. По сути, там идут те же процессы, которые происходили столетия назад. Это плохие новости для украинского общества, которые просто, получается, ходят по кругу. И в результате вынуждены опираться в основном на внешние формы поддержки, финансовые, военные, политические и так далее. А не опираться на внутренние силы. У киевских властей нет ни возможности, ни желания сейчас консолидировать государство и сохранить его как единое целое. Наоборот, наличие стуют признаки того, что киевская лая заинтересована в распаде, дальнейшем распаде украинского государства. И это феноменально. Страна, которая ассоциировалась с Европой, которая стремится в Европейский Союз и стремится приобщиться к европейским ценностям, вдруг на самом деле становится радиоактивной. То есть она с ней сейчас работать будет несподручно не то, что тем, кого она объявила своими врагами, Россию и так далее, но и партнёрам будет работать крайне сложно. Ведь и в Европейском Союзе уже возникает ситуация, когда с Украиной просто отказываются работать. А европейские компании уходят с Украины. Более того, американские компании испытывают очень серьёзные затруднения и будут испытывать эти затруднения. Майдан был презентован нам как антиолигархическая революция. Итоги показывают, что эта задача точно не выполнена. К власти пришли олигархи, которые изготовились для передела собственности. Более того, к власти в регионах на Украине пришли олигархи, которые ещё и дербанят украинское государство. С этим можно только поздравить украинское гражданское общество, которое, к сожалению, находится в состоянии смещённого центра тяжести. Оно, на самом деле, похоже, не понимает, что запущенные процессы, безусловно, приведут не только к отмене экономики, социалки и политики, они приведут и к отмену территории. Причём не только, как там принято считать, со стороны России будут какие-то аннексии. Кто знает? На самом деле нет, потому что нет правовых оснований для определённых делодвижений, которые нам приписывают. Но эти инициативы возникают уже из Запада, из Юга. И совсем, скажем так, в странной ситуации оказываются так называемые друзья Украины – Польша, Венгрия, Румыния и так далее. Они все имеют территориальные претензии к этому слабому, разваливающемуся государству. Майдан сам по себе окончательно превращается в торговую марку, в бренд Майданом именем Майдана. Сейчас творятся самые страшные дела, но так или иначе это продаётся. Не зря уважаемые комбаты, они же полевые командиры, сейчас совершают ралли по Соединённым Штатам Америки, выпрашивая деньги, военную поддержку и так далее, продавая этот самый бренд. Успешными они будут или нет, посмотрим. Я надеюсь всё-таки, что здравомыслия хватит и на территории Европейского Союза, и на территории Соединённых Штатов Америки. Субтитры создавал DimaTorzok